Здравствуйте! В эфире канала «Россия-24» информационная программа «События недели». На этой неделе глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов по приглашению главы АДГЕЯ Мурата Кумпилова принял участие в мероприятиях, посвященных развитию образования, в том числе в рамках исполнения послания президента России Владимира Путина, объявившего этот год годом педагога и наставника. Мероприятие прошло с участием министра просвещения страны Сергея Кравцова и глав субъектов СКФО. Гости приняли участие в церемонии открытия очередного всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций России «Мастер года». Сергей Кравцов передал флаг всероссийского конкурса «Мастер года» послу эстафета от Южного федерального округа. Это масштабное мероприятие проходит впервые и охватит все восемь федеральных округов России. Глава республики Рашид Семрезов принял эстафету проведения финального всероссийского профессионального конкурса «Лучшие учителя родного языка и родной литературы» в 2023 году в Карачаево-Черкесии. Собравшиеся осмотрели выставку достижений системы среднего профессионального образования Адыгеи. На самом деле мне очень приятно, что в этом году Карачаево-Черкесия принимает эстафету проведения конкурса, вернее, заключительного этапа финала. Карачаево-Черкесия – один из самых многонациональных регионов нашей страны. У нас в Конституции нашей республики пять субъектов образующих национальностей. Конечно, в первую очередь русский язык и карачаевский, черкесский, лазинский и ногайский языки. Поэтому развитию родных языков мы уделяем большое внимание. Я думаю, что этот конкурс, который, Сергей Сергеевич, благодаря вашей инициативе, в первую очередь я считаю, что вашу инициативу поддержали не только руководители регионов, а в первую очередь педагоги и учителя родных языков и литературы. Поэтому мы обязательно на высшем организационном уровне проведем. Но самое главное, я уверен, что это будет таким дальнейшим толчком развития родных языков нашей большой многонациональной страны Российской Федерации. Еще раз пользуясь случаем при учителях, при педагогах, я хотел бы выразить вам свою благодарность за ваш труд, за вашу заботу о наших детях, о подрастающем поколении. И в вашем присутствии хотел бы такую торжественную миссию выполнить, поздравить своего друга, своего брата, Мурата Корольевича Кумпилова с 50-летием и вручить ему высшую награду Карачао-Черкесской республики, орден за заслуги перед Карачао-Черкесской. За выдающиеся заслуги в общественно-политической деятельности, личный вклад в укрепление всестороннего сотрудничества и дружбы между народами Карачао-Черкесской республики и Республики Адыгея и в связи с 50-летием со дня рождения наградить орденом за заслуги перед Карачао-Черкесской республикой Кумпилова Мурата Корольевича, главу Республики Адыгея. На этой неделе ушел из жизни Алексей Алексеевич Инжевский, видный советский и российский государственный деятель и дипломат, внесший большой вклад в становление и развитие Карачао-Черкесии. На протяжении 10 лет он избирался первым секретарем Карачао-Черкесского обкома КПСС. За этот период, благодаря разумной политике и трудолюбию народов республики, экономика и социальная сфера развивалась динамично, а Кучао многократно награждалась как регион, показывающий хорошую динамику в развитии. Буквально в январе по поручению главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова в Москве Алексею Алексеевичу вручили юбилейную медаль столетию образования Карачао-Черкесской республики. В этом году ему исполнилось бы 89 лет. Он прошел долгий трудовой путь от простого рабочего до генерального консула. И везде, на любой должности он проявлял профессионализм, честность и нацеленность на результат. Глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов выразил слова соболезнования родным и близким Алексея Алексеевича Инжиевского. На площадке регионального отделения «Единая Россия» обсудили тему законопроекта о занятости населения в Российской Федерации. В нем нашли отражение ряд изменений, которые давно назрели. Встреча состоялась в рамках реализации партийного проекта «Моя карьера» с «Единой Россией». Альбина Ламкова продолжит. Одно из направлений нового проекта партии «Моя карьера» с «Единой Россией» – помощь жителям в вопросах трудоустройства. Совместно с участниками «Круглого стола» обсудили закон о занятости населения в Российской Федерации. Он в полной мере отвечает требованиям времени, меняя формат работы службы занятости и предусматривает целый ряд важных нововведений. «Очень своевременный и нужный законопроект. Суть его в чем? Суть его в современных реалиях, когда у нас санкционные мероприятия и уже появились новые понятия, как самозанятый или платформенная занятость, просто жизненно необходим был». Закон о занятости населения в этом году исполнилось 32 года. И надо полагать, что о необходимости его изменений уже не было сомнений. Современные условия рынка труда предполагают другие подходы. Теперь услуги в сфере занятости будут оказываться не только гражданам, зарегистрированным в качестве безработных, но и тем, кто находится в поиске более подходящего рабочего места. Также особое внимание в новом документе уделяется людям, находящимся под риском увольнения, бывшим участникам специальной военной операции и членам их семей. Поддержка этих категорий является в приоритете. Профсоюзы высказывают позитивное мнение о новом законопроекте. «Профсоюзы предлагают законопроект продлить выплаты пособия по безработице на период обучения соискателя. Эта мера социальной поддержки предназначена для поддержания уровня жизни, потерявшего заработок гражданина, в период, необходимый для поиска новой работы трудоустройства. Также предлагают в этот период выплачивать пособия в размере не ниже минимального размера оплаты труда. Профсоюзная сторона против автоматического снятия с учета безработных». Поиск постоянной работы и оказание услуг службами занятости будет строиться на основании индивидуальных планов, учитывающих комплексную профессиональную оценку людей. Помимо этого, новый законопроект создает систему мер, направленных на сокращение нелегальной занятости и наделяет соответствующими полномочиями органы власти. Альбина Ламкова, Олег Малхожев, Вести, Корчаево-Чекесия. Вакцинация от полиомиелита в республике продолжается. Это противоэпидемическое мероприятие проводится с целью предотвращения возникновения случаев заболевания полиомиелитом среди детского населения. Главный врач Хабецкой центральной районной больницы Амин Макауф отметил, что все актуальные вопросы, связанные с этой вакцинацией, и призвал родителей отнестись очень серьезно к данной теме. Моё мнение остаётся незыблемым. Если вашему ребёнку сделано уже три тура ИПВ, не надо отказываться от вакцинации. Давайте мы все вместе добьёмся и решим эти две злободневных вопроса. Первый вопрос – это вытеснение диких видов полиомиелита с территории Карачаева-Черкесской республики, которые обнаружены, которые есть. И Роспотребнадзор об этом говорит. И в постановлении номер 3 от 16 января о дополнительной иммунизации об этом тоже говорится. И вторая задача, которую мы должны с вами достигнуть, это 95, не менее 95% привитых от полиомиелита детей. Ну, давайте вместе этого добьёмся. Честно говоря, лет 20 назад об этом даже говорить не надо было. Все это понимали. Все относились к этому с доверием. К медицинскому работнику относились с доверием. И все вопросы решались практически на полусловий. Но я ещё раз говорю, благодаря тому, что есть достаточно активное меньшинство, которое пытается навезать своё мнение большинству, у нас, к сожалению, приходится сегодня уговаривать и объяснять всё, что необходимо для того, чтобы родители согласились на проведение вакцинации. Сохранять не только духовное, но и физическое здоровье призывают во все времена священнослужители. Духовные лидеры традиционных религий говорят, что нужно быть ответственным за свою жизнь и за жизнь окружающих людей. О важности вакцинации в целях профилактики полиомиелита рассказали председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев и благочинный церквей Северного округа Карачева-Черкесии Александр Нартов. Это надо делать обязательно. То, что врачи говорят, надо слушаться их. Если я не знаю в этом, то я должен слушаться тех профессионалов, которые об этом говорят. И поэтому я тоже хочу всех призвать к тому, чтобы делали эти прибивки. Это же такая болезнь, полиомиелит, когда человек, если заболеет, то он остаётся калекой на всю жизнь. Это очень страшно. В религии об этом говорится очень чётко. Если ты знаешь, что это нужно делать и не делаешь, то ты становишься грешником. Почему? Потому что ты сознательно идёшь на это. Человеку ведь сказано, что он сознательно делает и плохое, и хорошее, он за это должен отвечать. Вот то, что это плохое мы знаем, это мы не делаем, за это мы будем отвечать перед Всевышним Аллахом. Мы сейчас эту съёмку ведём в Дни Великого Поста. И одной из добродетелей, которую христиане должны во время этих дней попытаться в себе воспитать или попытаться к ней приблизиться, она называется послушание. Мы призваны слушаться Господа Бога, Его заповеди, Его волю. Мы призваны слушаться старших, своих родителей, своих наставников. И, конечно же, в данном случае мы должны слушать компетентных людей. Это врачи, это медицина, которая уже веками занимается проблемами здоровья. И, конечно же, я призвал бы всех, братьев и сестёр, всех христиан, слушаться врачей, внимательно относиться к собственному здоровью. Всё для фронта, всё для победы. Очередная партия гуманитарной помощи, отправленная с Карачаева-Черкесии участникам СВО. Подробности у Али Баташева. Коробки с гуманитарной помощью заносят судебные приставы и сотрудники Народного фронта республики. Именно здесь, в Черкесске, по улице Ленина, 34, складируется и отправляется на передовую всё, собранное для бойцов СВО из нашей республики и мирных жителей освобождённых территорий. С момента проведения специальной военной операции Федеральная служба судебных приставов в Карачаево-Черкесии уже третий раз собирает гуманитарный груз и отправляет его по назначению. Удовольственные наборы, медикаменты, а также горелки с отопительными элементами. В сборе гуманитарного груза приняли участие все сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии. Так как мы всё время на связи и с семьями военнослужащих, и непосредственно с самими военнослужащими, которые находятся на передовой, и естественно с руководством, с командованием воинских частей, могу с ответственностью заявить, что то, что приходит в заявках, оно действительно необходимо, востребовано. Буквально на днях за эти выходные мы отправляли очередную партию, чуть-чуть разгрузили наш склад, и непосредственно с человеком, который приехал с передовой и поехал обратно. Акция «Всё для победы», организованная Народным фронтом для сбора вещей, денежных средств участникам СВО и мирным жителям освобожденных территорий, стартовала 9 месяцев назад. Каждый желающий может внести свой вклад в победу. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Партию вещей для участников специальной военной операции отправил коллектив Северокавказской государственной академии. ВУЗ не в первый раз принимают участие в оказании гуманитарной помощи населению новых российских регионов и находящимся там военнослужащим из нашей республики. Пошивом комплектов термобелья и многого другого занимали студенты факультета дизайна и лингвистики. При финансовой поддержке руководства ВУЗа и депутатов были приобретены оборудование ткани в напряженном учебном графике. Выделено время на пошив того, что непременно пригодится в зоне СВО. Наши студенты, было около 40 человек, они проходили как практику у нас. Мы сделали, в общем-то, все для того, чтобы работало две группы, две смены. Работали с 8 до 8 вечера, без выходных. Преподаватели все. Но это было не так, что заставляли. Нет, это было просто с удовольствием. Фактически мы получаем сегодня уже заявочки. Вот после первой акции, когда мы направили туда нательное белье нашим военнослужащим, мы получили обратную связь, отзывы, такие довольно положительные. Все это было очень трогательно. В Карачаево Черкесии продолжает свою работу и благотворительный проект Общероссийского народного фронта с весьма символичным названием «Все для победы». Общественная инициатива, организованная с целью поддержать участников СВО из нашей республики, уже собрала немалое количество средств. Ну а в ходе недавнего одноименного с проектом телемарафона в канун Дня защитника Отечества, который длился в течение 8 часов, удалось собрать сумму свыше 3 миллионов рублей. О том, как налажена и работает очередная линия связи между нашими бойцами на передовой и всеми, кто хочет им помочь в интервью Ахмату Халкечеву, рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ в Карачаево-Черкесии Людмила Капушева. Здравствуйте, Людмила Искаковна. Позвольте поблагодарить вас за то, что нашли время на это интервью. Расскажите, как появилась идея вообще организовать марафон именно в таком формате. Спасибо, что пригласили. Идея марафона как такового не нова, в том числе телемарафона. И мы видели, как наши коллеги в других регионах ранее проводили. И тут в преддверии 23 февраля у многих, конечно же, эта идея появилась, так сказать, с новой силой. Но забегая вперед, могу сказать, что наша маленькая, но гордая республика провела грандиозный телемарафон, на мой взгляд. Более 8 часов он шел. И по финансовым результатам, по таким материальным, да, тоже достаточно весомо. То есть даже в сравнении с другими более крупными регионами. На какой отклик и на какие результаты изначально вы рассчитывали? И насколько совпали ваши ожидания с тем, что в итоге удалось достичь? На самом деле мы чувствовали все это время, уже 9 месяцев мы работаем в рамках проекта Народного фронта, все для победы. Поэтому мы понимали, что поддержка есть, но не ожидали, что она будет, лично я не ожидала, что она будет настолько массовой. И отклик вот такой разнообразный будет, потому что люди от детей до глубоких, уже такого солидного возраста откликались, звонили и нам, спрашивали, как сделать перевод, что можно привести в пункт приема помощи. И в принципе вот этот результат для меня даже был такой приятной неожиданностью. Наибольшую активность проявляли обычные жители или представители бизнеса? Знаете, надо отметить, что, во-первых, идею марафона поддержал глава республики, Рашид Бориспиевич. Соответственно, очень активно подключилась к подготовке марафона и администрация главы, правительства, бюджетная сфера. Мы написали от себя еще много писем в различные структуры, именно государственные, в том числе федеральных органов. И практически все структуры, государственные, бюджетные, они поддержали марафон. Естественно, это достаточно весомый вклад такой. Но и откликнулись и предприниматели, и отдельные просто жители. Вы видели, приносили и вязанные собственными руками теплые носки. И Исмель Зикеев, который просто позвонил в эфир и сказал, у меня есть копилка, я хочу принести, можно? И когда он пришел к нам, мы очень долго у него спрашивали, на что же ты копил, Исмель? Он не хотел отвечать. Ну, я знаю, что то, на что он копил, подарок этот тоже родители ему уже обеспечат, друзья родителей даже вот так. То есть настолько разные люди из разных сфер поддержали марафон. И морально, и словом, и добрыми словами. Вы видели детей, которые стихи читали, картины написали. Все это мы собрали, в том числе и их открытки, послания душевные. То, что нам передавали в пункт приема помощи. И первый груз уже отправился в нашу 34-ю бригаду. Ну, готовимся сейчас выполнить заявку бойцов на передовой, более серьезную. На какие цели, прежде всего, будут направлены собранные средства? Вообще, в своем проекте «Все для победы» изначально, все эти 9 месяцев, мы работали таким образом, что мы получаем заявку непосредственно от ребят с передовой, что им необходимо и так далее. Здесь прорабатываем, согласовываем, утрясаем эти все моменты. И когда мы уже уверены в том, что это действительно первоочередные, скажем так, нужды, закупали, либо здесь кто-то закупал по нашей заявке, тоже отзывчивые наши жители республики, и переправляли непосредственно именно тем, чью заявку мы отрабатываем. Поэтому многие вопросы, которые зачастую нам задают, от скептиков еще кого-то, вот, а как вы это делаете, а что это? Вот это отработанная схема. На сегодняшний день мы уже встретились с командованием 34-й мотоцелековой нашей бригады, которая, конечно, это основное, да, куда ушли ребята из Карачаева-Черкесии, вот, но это не значит, что мы только им будем помогать. Конечно, мы будем помогать и другим нашим ребятам из республики, которые служат в других подразделениях воинских. Но вот сейчас мы ждем уже такую отработанную, взвешенную заявку от командования, которую посмотрим здесь, обсудим совместно с правительством, которое тоже активное участие принимает во всех наших вопросах и начинаниях. И будем закупаться, будем закупаться именно по этой заявке. И, соответственно, дальше будет доставка. Обязательно мы все это отразим и в своих соцсетях, и к вам придем, расскажем, во всех средствах массовой информации. Наверняка, помимо материальной поддержки наших военнослужащих, в это мероприятие было заложено и символическое составляющее. Я скажу, что, наверное, вот эта составляющая моральная, волевая, она даже на первый план вышла для меня. И, если можно сказать, идеологическая. Потому что более 60 гостей было и в студии. Больше 10 включений у нас было именно с нашего пункта приема помощи, который в Доме профсоюзов находится. Люди приходили, что-то приносили, да, квадрокоптер, рации были. Были вот вязаные носки, был и смель со своей копилкой и так далее, и так далее. Были от склада заморозки, трудовой коллектив там тоже привез продуктовую помощь. То есть совершенно разнообразная помощь. Но при этом все говорили разными словами, но одно и то же. О том, что мы едины. И вот если взять этот восьмичасовой такой марафон, сложилась такая совершенно мозаика из разных цветов, разных оттенков всего. Были все политические партии. Были совершенно разные конфессии, да, представители конфессии. Были разные возраста, разные профессии. Люди, которые вообще в обычной жизни, может быть, друг с другом никак не пересекаются. Но здесь, в этом марафоне, мы все собрались. И мы сами удивились, насколько разнообразный вот этот калейдоскоп. Все заиграло совершенно другими красками. Мы показали единство нашего народа Карачаева-Черкесии. Мы показали единое желание поддержать наших ребят на передовой. И я уверена, что и они там это все почувствовали. Вот это, безусловно, кроме материального, кроме того, что мы, конечно, поможем и так далее, вот для нас, для всех это тоже важно. Это важно еще и для семей военнослужащих, которые здесь среди нас живут. И, конечно, они в еще большем таком переживании за них. И когда люди чувствуют эту поддержку, чувство локтя, чувство плеча, это дает какие-то новые силы для того, чтобы жить и работать, и выполнять и воинский долг тоже. Как планируется продолжение работы в данном направлении? Как я уже сказала, проект работает уже 9 месяцев. С момента мобилизации, вот с сентября прошлого года, открыт именно региональный сбор, то есть для ребят, для военнослужащих из Карачаева-Черкесии. Это не только мобилизованные, это и призванные, это и добровольцы, это и профессиональные военнослужащие, мы не разделяем. Мы помогали и нашим ребятам из погранслужбы, и из других подразделений, которые вот разбросаны в разных местах. И эту работу мы будем продолжать, и продолжаем, ни на секунду не прекращаем. Конечно, марафон дал хороший такой толчок, но это не причина для того, чтобы остановиться, как-то расслабиться и сказать, ну вот все, мы тут что-то сделали, достигли там какого-то уровня. Нет. И QR-код, который опубликован во всех социальных сетях у нас, и реквизиты. Все это работает. Я даже вот сегодня знаю, люди звонили, трудовой коллектив, который перечислил тоже от себя. Вот они скинулись там до праздников, до понеделька они не успели, но они перечислили, это все идет в наш региональный сбор. И пункт приема помощи, как работал, так и продолжает свою работу. Проспект Ленина, 34, это Дом профсоюзов. Все уже знают, у нас там свой маленький склад. Мы там собираем помощь вот от людей, от тоже трудовых коллективов, бизнесменов, предпринимателей. И все это направляем по потребностям, которые к нам тоже приходят. В том числе через военкоматы, через другие все источники. Поэтому ни на секунду работа не прекращается. И мы продолжаем. Пока эта помощь будет необходима, пока эта поддержка нужна нашим ребятам, мы будем работать. Благодарю вас за уделенное время. И успехов вам во всех ваших благих начинаниях. Поддерживаем наших бойцов и делом, и словом, и песней. Глава Карачева-Чешкесии выразил слова благодарности артистам республики, которые побывали в зоне специальной военной операции и поздравили с Днем защитника Отечества солдат и офицеров российской армии концертом живой музыки. Были организованы выступления вокалистов на языках пяти народов региона для нескольких сотен военнослужащих. В подарок к празднику артисты привезли не только любимые песни, но и гуманитарный груз из предметов первой необходимости. Причем сформирован груз за счет средств, собранных на благотворительных концертах в республике. Рашид Тимрезов отметил, что поддержка сегодня крайне важна для бойцов из Карачева-Черкесии, которые, конечно, были рады услышать песни на родных языках в живом исполнении. Ведь песня и жить, и строить помогает, придает сил, наполняет верой и надеждой на лучшее. Большое спасибо хочу выразить ансамбль с Карачева-Черкесии. Очень это нужно для поднятия боевого духа, чтобы отвлечься от повседневных будней. Зацепила музыка вот эта вот кавказская, четкая. Вообще отлично. И серьезные были вещи. Тоже нужно. Спасибо за подаренные эмоции. Большая вам благодарность. Состоялась премьера второго полнометражного кино, в котором все от руководства проекта до актеров и технического персонала являются жителями Карачева-Черкесии. В Черкесии многочисленной зрительской аудитории была показана семейная комедия «Испытания аулом». В ней затронуты актуальные для современного общества проблемы. Подробности у Артура Мхце. Задолго до начала киносеанса в фойе Центра для одаренных детей «Спутник» весьма оживленно, а в зрительном зале яблоку негде упасть. За последнее время в Карачаево-Черкесии подобного ажиотажа не было даже вокруг популярных отечественных и зарубежных фильмов. «Испытания аулом» – второй проект, реализованный в республике исключительно силами собственных жителей. Поднятые в нем проблемы актуальны не только для нашего региона. Поднимать их нужно именно с помощью искусства, с помощью волшебной силы кино. И очень приятно, что сегодня такие проекты пользуются популярностью. Об этом говорит и полный зал, об этом говорит и реакция, поддержка, которую мы получаем на федеральном уровне. А надо подчеркнуть, что этот фильм снят на средства федеральных грантов. И уверен, что тот факт, что этот фильм у нас снимался и как учебный проект, то есть мы пока снимали фильм, обучили большое количество молодых специалистов, для нас дает мощную платформу, чтобы мы дальше продолжали это направление. Карачаево-Черкесия постепенно становится регионом, который позиционирует себя как место не только проката фильмов, но и их производства. Практически весь творческий коллектив, от режиссеров до технического персонала, это, можно сказать, воспитанники собственной школы кино. По словам креативного продюсера «Испытания аулом» Эльдара Алиева, для большинства участников проекта это был первый столь серьезный опыт в кинематографии. Сперва кастинги, затем съемки в течение 35 дней и ночей, и, наконец, доведение сырого материала до готового продукта, за который не будет стыдно, которым можно гордиться. Изначально фильм начинался как родной язык, но потом в процессе организации мы перерасходим, это вот такую детскую семейную комендию «Испытания аулом», где также есть темы, которые мы хотели затронуть, проблемы языка, проблемы взрослого и молодого поколения. Это все мы постарались передать и показать нашим фильмам. Главный герой, которого играет 13-летний Амир Кумратов, живет с родителями в Москве. На лето он приезжает к дедушке с бабушкой в Ногайский аул Кызылтагай. Не обошлось без трудностей, однако испытание пройдено успешно. Он завел себе там друзей и захотел научиться кататься на лошади. Его начинает учить дед. Был один момент, я должен был по сценарию упасть с лошади. Один раз я зацепился за повод, короче, и чуть под лошадь не угодил, но вытащил ногу и нормально упал. Сохранение национальной культуры, родного языка, семейных...